Здоровье Одна из важнейших ценностей человека Однако это понятие можно применять не только в физиологическом смысле и не к отдельно взятому человеку, а к ячейке общества под названием семья Речь идет о психологическом здоровье семьи Сегодня мы начинаем цикл программ, посвященных этой теме И начнем мы с формирования психологического здоровья самых маленьких членов семьи – детей Большинство психологов считают, что психика ребенка неразрывно связана с атмосферой или климатом в семье и зависит от характера домашних взаимоотношений Помочь разобраться в этих тонких вопросах нам сегодня поможет доктор психологических наук профессор кафедры консультационной психологии ИРГУ им. Демидова Директор региональной ассоциации психологов-консультантов Надежда Клюева Добрый день, Надежда! Добрый день, Александр! Давайте начнем со снов. По порядку, что называется, психологическое здоровье ребенка. Что это такое? Вот мне очень нравится, что мы посвятили передачу именно психологическому здоровью, потому что психология развивается и все больше позитивных терминов вводится в пространство этой науки мудрость, жизнестойкость, оптимизм, благополучие. И когда мы говорим о ребенке, мы понимаем, что психологически благополучный, здоровый ребенок — это ребенок, уверенный в себе, ребенок, который умеет преодолевать трудности, они у него обязательно бывают. Это ребенок, который обладает очень высоким уровнем витальной телесной энергии, он подвижен, у него нет психосоматических проявлений, которые встречаются, к сожалению, у детей. Это ребенок, который умеет устанавливать контакты с окружающими. Комугоникативен, да? Да, и, конечно, эмоциональный интеллект, о чем сейчас пишут огромное количество психологов. А все-таки от чего зависит психологическое здоровье ребенка в первую очередь? Ой, вот у нас есть презентация, я думаю, что зрители могут посмотреть. Следующий слайд как раз будет посвящен тому, от чего зависит психологическое благополучие. Вот что влияет, да, например? Да, 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 от чего влияет. Вот что такое родительские ожидания, я не понимаю. Вы знаете, вот родители всегда что-то ждут от ребенка. И иногда родители убеждены, что ребенок должен прожить ту жизнь, которую они считают нужной. Которую они, например, не прожили. Да, я хотела быть балериной, но вот не получилось. Я хотела быть мастером спорта, но зато мой сын будет. Поэтому так или иначе мы задаем некоторые картинки, некоторые образцы, относительно которых меряем успешность своего ребенка. Ребенок здесь ни при чем. Ребенок абсолютно уникален. У ребенка своя неповторимая палитра индивидуальных особенностей. Поэтому первый момент очень важный. Прислушаться к органике ребенка, к его способностям, к его внутреннему потенциалу. Это же все проявляется. Вот понимаете, насильно ничего не сделаешь. Можно переломить ребенка, можно заставить. Можно из страха. Можно сказать, ну я отец, ты меня послушай. Вот из точки насилия развитие не происходит. Развитие происходит только из точки комфорта и покоя. Хорошо. А если очень трудно, действительно, вы видите на поведении ребенка, куда его склонность, например, к чему он склонится наиболее. Плохо смотрите. Плохо смотрите. А если он действительно, да мне ничего не интересно. Маленький ребенок не может не интересоваться ничем. Это благодаря взрослым. Кстати, давайте мы сейчас и определим, о каких детях мы говорим. Мы сейчас будем говорить о дошкольниках и детях начального школьника. Мы не берем подростков сейчас. Да, Александр, мне кажется, что база формирования характера, личности, сценария, стиля жизни формируется до 5-6 лет. Потом очень трудно внести какие-то коррективы. Все закладывается именно там. Вот дальше, значит, характер отношения семейного окружения ребенка в период планирования, вынашивания и взросления ребенка. Это что называется характер отношений внутри семьи? Да, это характер отношений внутри семьи. И я обращу внимание, планирование и вынашивание. Счастливые дети рождаются от любящих родителей. Поэтому я сторонник осознанного родительства, чтобы это было не в попыхах, чтобы не случайно появлялся ребенок на свет, чтобы два человека понимали, какое серьезное решение они принимают в жизни. И тогда, и исследования это подчеркивают, возникает сначала диада, мать-ребенок, потом триада, отец нужен немножко позже ребенку, а потом семья становится большой, такой совместной. Поэтому первый шаг – это осознанное планирование ребенка, понимание того, что мы как родители уже созрели. Родитель, супруг, муж, жена – это разные совершенно роли. Безусловно, вынашивание ребенка, в какой атмосфере женщина вынашивает ребенка, какие мысли у нее возникают, как реагируют бабушки и дедушки. И вот та ситуация, в которой происходит пренатальный этап развития ребенка, там уже начинается жизнь, эмоции, переживания ребенка. Вот это второй шаг. Роды, конечно, роды. Если раньше это было травматичное переживание для женщины, ребенка уносили, приносили не сразу к матери, это была первая разлука. И, кстати, разлука с матерью до одного года считается очень болезненной для ребенка, потому что это единое, даже физиологическое целое. Вот из этих мелочей, казалось бы, ткется психологическая ткань. Не только физическая, но и психическая. Именно психологическая, да. Его реакции, его эмоции. Смотрите, у нас есть стволовой мозг, это витальность, это базовые потребности дышать, переваривать пищу. Есть лимбический мозг второй, а дальше идет кора, которая формируется гораздо позже. Вот первые этапы – это лимбический уровень, стволовой уровень. Поэтому эмоции, объятие, поддержка, позитив, атмосфера принятия крайне важны в дошкольном возрасте. Ну давайте еще раз, еще некоторые моменты остановимся, не на всех, а вот, например, на самое интересное, значит, для меня это динамика развития, это возрастные кризисы. Какие возрастные кризисы могут у ребенка быть? Или это касается родителей, я не знаю. Это ребенка касается, да, да. Есть понятие нормативные кризисы, которые, кстати, и у взрослых бывают. Вот считается, да, 40 лет, такой кризис середины жизни. И дети практически все проходят возрастные кризисы. Год, три, переход в школу, ну и подростковый, наш любимый подростковый кризис. Испытания для родителей – это кризисные возраста. Да, вот это проверка на любовь на самом деле. Испытания, опыт, пытка, да, корень один. И главное, чтобы вот он прошел очень незаметно, что ли, получается, для детей эти кризисы? Наоборот, наоборот. Вы знаете, в кризисах как раз и усиливается ребенок. Вспомните про себя, да, когда бывают трудные ситуации. Мы взрослеем гораздо быстрее, нежели в гладком потоке событий. Поэтому год – это взросление ребенка, связанное с некоторым дистанцированием от матери. Ребенок начинает осваивать предметный мир. Ребенок начинает крутить предметы, экспериментировать. Ему нужна свобода в познании мира. Любые симбиотические отношения, такие привязать ребенка, не трогай, не бери, опасно, приводят к протестному поведению ребенка. Три года, я сам хочу, дайте попробовать, беспокойно, тревожно родителям, как бы чего ни вышло, рисков очень много. Легче, спокойней здесь и рядом. Поэтому у ребенка появляется ощущение своего «я». И это переживается очень серьезно. Дети начинают за справедливость бороться. Почему дети ябедничают? Это ябеда, да, иногда говорят. Потому что они хотят разобраться, что такое хорошо, что такое плохо. Им правда важно разобраться. Чувство справедливости, наверное, какое-то присутствует. Это является, да. И вот здесь родителям очень важно разъяснять детям, что есть хорошо, что есть плохо, как быть самим собой, не входя в противоречие со взрослым. Вот как раз про разъяснение, вот третий вопрос, вот про установки давайте поговорим. Давайте. Какие вот установки родителей все-таки приводят к проблемам в развитии ребенка? Что хорошо, а что плохо, да? Давайте, если можно, мы слайд посмотрим. Вот первая установка. Вот сейчас, да. Смотрите, я бы попросила зрителей прочитать и про себя попроговаривать это. Было ли в их опыте такое? И используют ли они такие слова, фразы по отношению к собственным детям? Не надо бояться, ни сахарный не растаешь. Мне тоже холодно, но я же терплю. Вот ребенок считывает в этом следующий посыл. Ты не чувствуй, и все будет хорошо. Вот не чувствуй. Не чувствуй моих переживаний в результате. Не обращай внимания на то, что происходит с другими людьми. Человек, который не чувствует, тот для меня хороший. Это посыл, который дают родители. Ты же мужик, нечего плакать. Вы знаете, когда не дают ребенку проявлять свои эмоции, страх, агрессию, напряжение, раздражение, мы как бы говорим, нельзя. А в результате в том числе психосоматические заболевания. Астма. Одна из причин психосоматика. Не трогай, нельзя, не ходи. Запрет на дыхание, на движение и в конце концов на жизнь. То есть это приводит к какому-то очерствению души, да, может быть, и цинизму в дальнейшем. Я думаю, да, что вот, понимаете, вот это все накапливается слоями внутри ребенка, а потом это можно отработать. Но это такая огромная цена, это такая энергия тратится человеком на то, чтобы травмы детства разрешить. Травмы детства сопровождают нас всю жизнь. Вторая установка у нас интересная. Давайте еще одну установку посмотрим. У тебя не получится, давай я сама сделаю. Быстрее, правда ведь быстрее, когда я там приготовлю что-то, заправлю кровать, одену ребенка. У тебя руки как крюки, не с того места растут, не тем концом приделаны. Не достигай успеха. В результате установки у ребенка я некомпетентный, я неспособный. Я не могу достигать тех результатов и целей, которые значимы для меня. И в результате это неудачники, которые отказываются от решения задач. Поэтому я предлагаю родителям дать возможность эксперимента и получения ребенком самостоятельного опыта, даже неудачного. Это более полезно, чем отказывать ребенку в праве экспериментировать. Давайте следующую установку еще посмотрим. Не думай. Ага, не бери в голову, не умничай, хватит рассуждать, делом занимайся. Я старше, я лучше знаю, слушай меня и все. Установка не думай. И в результате у нас растут исполнители, люди, которые готовы следовать указаниям, люди, которые говорят, нечего думать, надо трясти дерево. Вот здесь должна быть гармония. Установлено, что люди, которые очень много думают, которые когнитивно сложно устроены, очень рефлексивные, они не очень удачливы в жизни. Те, кто вообще не думает, кто вообще не осознает, что с ними происходит, те тоже неудачливы. Давайте искать золотую середину, рассуждать с ребенком, обсуждать варианты, позволять ему в конце концов свои какие-то идеи предлагать. Следующий слайд, пожалуйста. Не принадлежи никому, кроме меня. Вот интересная установка. Это вот ты мой единственный, ты мой любимый. Кому же ты, кроме меня, нужен? Вот ты у меня не такой, как все. Вот это избыточное подчеркивание уникальности, знаете, к чему приводит? Избалованность. Избалованность. И это вот одинокие мужчины, правда, которым очень трудно выбрать другую женщину, например. Мама которого при появлении другой фигуры, красивой и женской, говорит, Хорошая девочка, но у меня голова болит. У меня, у мамы голова болит. Ой, вот надо подумать еще. Вот это привязывание. На самом деле, мамы, которые это говорят, это желание себя обезопасить в будущем и привязать своего сына или дочь, и найти себе возможность реализации в пожилом возрасте. Это нечестно по отношению к ребенку. Ребенок не для вас создан. Он создан для себя, для того, чтобы прожить собственную жизнь. Ну и еще одна остановка, которую не делай. Не делай. Не трогай, не прикасайся. Лучше я ты сломаешь. Ну, что-то такое было. Да, это очень похоже. Опять же скажу. Когда мы чему-то учимся, мы же делаем ошибки, правда, когда начинаем. Надо давать возможность ребенку ошибаться. Именно в ошибках. И когда мы поддерживаем ребенка, не указываем на его недостатки и ошибки, а даем похвалу за достижение, вот это один из золотых ключей к воспитанию психологически благополучной личности. Ну, я так и знала. Ну, понятно, опять что-то сломал. Ну, да, у тебя получилось немножечко там лучше, чем в прошлый раз. Ты молодец, в другой раз получится. Вот эти фразы даем, эти месседжи посылаем. Ну, тогда логично вытекают вопросы всего этого, как правильно разговаривать с ребенком. Прежде чем вы дадите нам свой ответ, я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик на эту тему. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ой, 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 ой. Абола! Бабушка! Тебя обидели? Кто посмел? Тебя обидели? Кто посмел? Вот так! Вот так! Да договоритесь, мы уже наконец. Слышать, чувствовать, понимать друг друга это все говорит о том, что как правильно разговаривать с ребенком. Что еще можете посоветовать в этом смысле? Надо бороться с недостатками ребенка. Надо бороться, бороться. Вот я часто слышу от родителей, которые приходят на консультации. Давайте категорически уберем слово бороться с застенчивостью, бороться с недостатками. Мы не по разные стороны баррикады с ребенком. Давайте с ними на одну сторону перейдем. Это как? Поддержать, позаботиться, понять и вербально, и невербально. Второй очень важный момент. Нужно понимать, что переживает ребенок в данный момент. В этом ролике мы видели. Ни один из участников семьи не подошел и не спросил, что произошло, что ты сейчас чувствуешь. Расскажи немножечко. Все кинулись что-то делать. Это хорошо. Мы такая деятельная культура российская. Но очень важно сначала отсканировать состояние ребенка, поддержать его эмоционально, вывести из аффективного состояния, а потом уже обсуждать и предлагать разные варианты. И в этом ролике показано. Здорово, что есть разные варианты. Да, наверное, надо парню защищать себя. Да, наверное, бабушка для того и создана, чтобы поддержать, обнять, убаюкать ребенка. Мама начинает с кем-то советоваться. Поэтому я против того, что иногда говорят единство требований, единство подхода в семье. Мы разные. Не надо жить в иллюзиях. У отца один, у мамы один. Каждый в чем-то прав. И договориться о том, что мы можем дать ребенку наиболее полезного, значимого с точки зрения контакта. Вот это очень важный момент. Ну и последний, наверное, момент. Это еще раз моя фраза. Аффект снижает интеллект. Что это значит? Если ребенок находится в эмоционально разбалансированном состоянии, не надо с ним обсуждать серьезные вопросы. Капризничает. Вы истерики. А мы ему говорим, что это неправильно. Послушай, как надо. Ребенок просто не берет эту информацию. Поэтому эмоционально спокойный тон и равная дистанция. Сядьте. Будьте на одном уровне с ребенком. Ведите его глаза. Возьмите его за руку. А иногда просто достаточно обнять и те эмоции, которые у него есть, забрать себе. Кстати, капризничает. Поговорите. Вот некоторые дети не умеют управлять собой. Беспокойные они, капризные. Какие советы можно дать родителям вот такого беспокойного ребенка? Первый вопрос, Александр, это причина. Мы понимаем с вами, что есть причины органического характера, особенности развития нервной системы. Ну, например, диагноз синдром дефицита внимания, гиперактивность. Ребенок изначально по своему устройству мозгомому не может управлять собой. Давайте консультироваться. У нас прекрасные в Ярославле неврологи. Поняли. Программа психолого-педагогическая. Ряд лекарств, которые стабилизируют и позволяют мозгу развиваться в нужном направлении. Вторая причина. Знаете, ребенок капризничает. Он посылает какой-то сигнал нам, взрослым. Он что-то хотел сказать, а мы его не услышали. И вот за этим капризом стоят какие-то потребности, какие-то неуслышанные слова. Ребенку трудно словами убедить нас, взрослых. Он просит что-то, а родитель нет, нельзя, нет. И, конечно, ребенок в огорчении начинает давать такую истерическую реакцию. Это уже не всегда нужно идти на поводу. Согласна. И даже не надо идти на поводу. Но можно отказать из позиции насилия. Типичная реакция. Я сказал, все, это позиция насилия. Можно отказать. Ты знаешь, я понимаю, что тебе это важно. Но в данный момент я не могу этого сделать. Хотя я понимаю, что тебя это очень расстроит. Абсолютно разные позиции. Согласны? Родители тоже должны быть психологами. Вот перейдем к такому важному вопросу. Какие игры влияют на психологическое развитие ребенка? Вот как влияют и какие? Ой, вот я сама и мама. Сейчас у меня уже внучки появились. Так лень играть с детьми, я вам честно скажу. Но смешно, когда взрослый человек с машинками будет после работы по ковру ползать с ребенком. Я очень понимаю родителей, которые говорят, ну не могу, но некогда. Поэтому игра, понятно, что это мощный инструмент развития ребенка. От года до трех это предметно-манипулятивные игры. Собирать, разбирать. С трех до семи это ролевые игры. Это освоение ребенком набора функций, социальных функций, которые ему пригодятся во взрослом состоянии. Это врачи, это педагоги и так далее. И родители говорят, ну а моя-то какая роль? Вы знаете, если родителю удастся естественно играть с ребенком, не сесть вот так, а теперь мы будем играть, а проживать какие-то игровые моменты в ткани жизни, вовлекая и ребенка, и себя, это будет здорово. Ребенок просыпается утром. Я котенок, мама, мяукнула, а я мама-кошка, обняла. Папа приходит с работы, рухнул на диван, в телевизор уткнулся. Ну правда устают наши папы. Но он же может быть медведем уставшим и спящим, ребенок по нему ползает. Это прекрасный телесный контакт, который крайне важен ребенку с точки зрения эмоциональной подпитки. У тебя папа, я думаю, сейчас вы взяли на заметку, это просто прекрасный совет, который вы... Ну и на кухне, пожалуйста, мы сидим на кухне. Давайте сделаем маленький ресторанчик. Так у нас сегодня наш Сереженька или Сашенька, это наш официант, учится считать. Я сегодня главный по деньгам, а папа у нас повар. Все, вот это и есть естественная игра. То есть непосредственное участие всех членов семьи в этой игре. Да, абсолютно, это совместность. Вот это совместность. А не просто компьютерную игру купил, там, врач, да, и поставил ребенка. Вот смотри, ты врач. С точки зрения благополучия это совместность, это совместные ценности, и это много эмоций, это события. Ну что ж, вот подошли мы к такому немаловажному вопросу. Есть, существует, оказывается, какой-то такой родительский университет, да, у нас в Ярославле. Да, какой-то такой. Давайте немножечко о нем расскажем, где и когда проходят занятия и о чем это. Вот все, что мы делаем с вами, я благодарю очень студию, что вы нас пригласили, Александр. Это проект, который поддержан фондом президента Российской Федерации. Много мероприятий проводим. Одно из них совместно с Демидовским университетом, это опорный наш ВОЗ, это родительский университет. Каждую последнюю среду месяца лучшие психологи города Ярославля, детские психологи, педагогические психологи, психотерапевты, в очень живой и увлекательной форме рассказывают, как общаться с ребенком, как подготовить к школе, как не конфликтовать родителям, что такое нормопатология, как общаться со специалистами, как играть с ребенком. Мы показываем видеоролики, мы разыгрываем какие-то сюжеты, мы показываем практики управления собой и ребенком, которые находятся в эмоционально неравновесном состоянии. То есть это не лекции классические, а это события, это жизнь, где мы вместе осваиваем новый опыт понимания себя и ребенка. Поэтому я очень жду родителей 26 сентября про учения, 31 октября про игру. И надо сказать, что эти посещения свободны. Абсолютно бесплатно. Для всех желающих. Да, в нашем красивом первом здании Демидовского университета. Ну что, спасибо вам большое, Надежда, за ваши советы. Надеюсь, они станут большим поспорьем для многих наших телезрителей в таком тонком вопросе, как психологическое здоровье семьи. Спасибо. Всего вам самого доброго. Спасибо. Знаменитый семейный психолог Вирджиния Сатир писала, что здоровой можно назвать семью, в которой каждый член семьи воспринимается как равный другим. Доверие, честность и открытость являются существенными. Члены семьи поддерживают друг друга. Каждый член семьи несет свою часть ответственности за семью в целом и так далее. Здоровье семьи – это не просто дар, это кропотливая работа над собой каждого ее члена. И если вы периодически ощущаете симптомы простуды, не пренебрегайте услугами специалиста. Помните, психологическая помощь – важный инструмент для преодоления трудностей в вашей семье. А в настоящее время еще и доступный. Будьте счастливы и здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok